Переименование файлов является достаточно широко используемой операцией, наряду с их копированием, перемещением, созданием и удалением. Чаще всего возникает необходимость переименования единичных файлов, и проблем в этом случае никаких не возникает. Но если требуется переименовать сразу группу файлов, то в этом случае могут возникнуть затруднения даже у опытных пользователей компьютеров. Ent.bp. Переименование нескольких файлов сразу в Windows, выполните следующие шаги, чтобы реализовать одновременное переименование группы файлов. Запустите проводник. Выберите группу файлов для переименования. Сделать это можно зажав клавишу Ctrl на клавиатуре и щелкая левой кнопкой мышки по каждому файлу. После выделения файлов нажмите клавишу F2, введите новое имя и нажмите клавишу Ввод Enter на клавиатуре. Все файлы будут переименованы по типу Введенное имя плюс цифра с порядковым номером в скобках. Например, файл 1, файл 2 и так далее. После нажатия клавиши F2 останется выделенным только один файл, и может сложиться впечатление, что вы переименовываете только его. На самом же деле, после нажатия клавиши Enter будут переименованы все предварительно выбранные файлы. Переименование нескольких файлов сразу в Mac OS для переименования группы файлов в Mac OS можно воспользоваться утилитой Atomator согласно следующей очередности действий. Запустите программу Atomator, которая находится в папке программы. Открыть ее можно сочетанием клавиш N-8679, Shift плюс N-8984, плюс A. Запуск программы Atomator в появившемся окне выберите «Тип программы». Выбор типа создаваемого приложения поиском, найдите действие «Переименовать объекты Файнда» и перетащите его в панель задач. Выбор действия для программы в появившемся окне на запрос о том, хотите ли вы оставлять копии файлов после переименования, выберите пункт «Не добавлять». Отказ от добавления копий, выберите «Добавить текст в качестве метода переименования файла». По подсказкам программы можно понять, как будет выглядеть имя файлов после применения действия. Выбор текста для файлов, сохраните программу через меню «Файл», предварительно присвоив ей имя. Озвучено Яндекс.Спичкит. Сохранение программы для переименования файлов, теперь достаточно выделить их и перетащить на иконку созданной программы. Использование программы для переименования, кроме стандартных средств для массового переименования файлов, можно использовать специальные утилиты, такие как Total Commander для Windows. Или Реномер для Mac OS. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok